Доброго вам воскресного дня! Дорогие во Христе, братья и сестры! Незаметно подходит к концу еще один год, который Господь Бог нам дал прожить. И часто прихожане спрашивают, как относиться к 1 января. Сейчас народ готовится, запасается продуктами, хлопушками, гирляндами. А как делать с тому человеку, который проводит рождественский пост? Можно ли ему праздновать Новый год? И еще часто очень православная церковь терпит, может, даже неуместные замечания светского общества. Малоцерковные люди часто говорят, ну что у вас все как не у людей? Вот посмотрите там на запад, да? Вот у них как нормально все. Вот прошлое Рождество 25 декабря, затем Новый год, они празднуют, отмечают. А у вас Новый год попадает на пост. Что по этому поводу можно сказать? Вот мы немножко вкратце коснемся, когда, в каких народах праздновался раньше Новый год. Как нам прошел Новый год? Почему мы гражданский этот день празднуем имени вот 1 января? Из истории известно, что в древности у народов Новый год праздновался в разные дни. Но он был, как правило, связан или с началом посевной, или со сбором урожая. Так найдены древние шумерские таблички возле рек Тигр и Ефрат, Междуречие, где уже в 4 веке до Рождества Христова Новый год праздновали весной, как раз когда вот начинался разлив Тигра и Ефрата. В Египте Новый год праздновали в сентябре, он собой знаменовал разлив Нила. Мы знаем, что с разливом этой реки было связано плодородие и благополучие египетской земли. В Древнем Риме Юлий Цезарь установил праздновать Новый год 1 января. У нас на Руси в дохристианскую эпоху Новый год праздновали весной в марте. Это событие знаменовало начало новых сезонных посевных работ. Когда Святая Русь приняла крещение, вместе с тем она приняла и византийский церковный календарь. И в 1492 году по инициативе царя Ивана III было принято решение перенести Новый год на 1 сентября. Новый год отмечался торжественно. Отмечался он на Ивановской площади в Кремле. Патриарх торжественно поздравлял царя с наступлением Нового года. А на следующий день была такая традиция. Когда царю подданные оплачивали налоги. Царь общался с народом. В этот день можно было царю напрямую подать прошение. Неизвестно как они рассматривались в течение какого времени. Читались, не читались. Но как бы считалось, что в этот день можно царю напрямую вручить грамоты, где описывались какие-то проблемы, свои беды. И царь эти грамоты принимал. Поздравлял народ с Новым годом. Устраивал угощение. Ну и как бы символ того, что вот уплачены все налоги. Как раз таки вот именно от того периода идет традиция. Это нас до Нового года разобраться со всеми долгами. Так вот народ уплачивал царю все налоги. И торжественно начинался Новый год. Ну тем более 1 сентября как раз таки он знаменовал. Ну про чистки, окончания, сезонных работ, окончательный сбор урожая. Народу было какое-то имущество накопленное за лето, продукты. Ну и народ, как говорится, радовался. Отмечал начало Нового года. Император Петр Первый, который, как мы знаем, тяготел ко всему западному, в 1699 году издал указ, по которому Новый год переносился на зиму. Переносился на 1 января. Известно, что он самолично, устроив фейерверк, запустил первую ракету, а затем был торжественный колокольный звон, торжественный молебен, народное гуляние. И начиная именно с его правления, Новый год на Руси твердо установился праздновать зимой. Ёлка, атрибут новогодний, к нам пришла с Германии и появилась сравнительно недавно. Известно, что на Руси первая публичная ёлка была установлена в 1852 году. Когда совершился Октябрьский переворот и к Волосе пришли маршевики, они в начале к Новому году относились очень отрицательно. Они считали Новый год пережитком прошлого и его не праздновали. Даже известно, что до 1947 Новый год был обыкновенным будничным рабочим днём. То есть народ шёл на работу и это никак не отмечалось. На связи с тем, что в 1919 году Советская Россия перешла на Григорианский календарь, поэтому наше летоисчисление сместилось на 13 дней. Раньше Царская Россия жила по Юлианскому календарю, а весь Западный мир по Григорианскому. И Советская Россия, Советский Союз перешёл на Новый Григорианский календарь. Поэтому получилось, что ведь Православная Церковь то осталась на старом церковном календаре. Хотя, в принципе, Советская власть ставила условия Патриарху Тихону, Великому ученику-исповедникам, чтобы он тоже церковный календарь перенёс на Новое летоисчисление. В принципе, Борошова протеста это не вызывало, ведь многие Православные Церкви сейчас, та самая Греческая Православная Церковь, живут по Новому Григорианскому календарю и празднуют Рождество Христово 25 декабря. Но проблема в том, что как раз Советская власть попыталась разделить Церковь изнутри. И возникли группировки, которые откололись от официальной московской патриархии, которые не почитали патриарха. И они поспешили и первые ввели это летоисчисление. И для того, чтобы не путаться, какая церковь истинная, а какая ложная, Православная Церковь осталась на старом календаре. И поэтому сейчас у нас так получается, что мы празднуем Рождество Христово тоже 25 декабря, но по юлианскому календарю. То есть смещаем на 13 дней и у нас получается дата 7 января. Мы празднуем Новый Год тоже 1 января по старому календарю, по новому получается 14. Тем более в этот день попадает великий праздник Святаго Василия Великого и День обрезания Господня. Вот почему у нас получается как бы старый Новый Год, 14 Новый Год 1 января, и третий Новый Год по церковному уставу 1 сентября, то есть по новому усилию 14 сентября. Поэтому у нас получается как бы три таких Нового Года. Но официально принято в церкви, конечно, торжественно отмечать новолетие и служить молебен на новолетие. Это в День Святаго Василия Великого, 14 января. Но мы ничего не имеем против гражданского Нового Года. Не будет греха, если благочестиво христианин отметит 1 января с бокалом шампанского, с неборошой трапезой в кругу семьи. Потому что мы должны помнить о том, что ведь грех не сам праздник, а его отношение к нему. Конечно, если устраивать разное гульбище, то непотребство, да, как у нас народ выражается, гудеть, то в принципе пост или не пост, а напиваться то и объедаться, все равно является большим грехом, когда человек вредит своему духовному и телесному, в принципе, здоровью. Поэтому если благочестиво, не забывая, что это все-таки идет пост рожесвенский, то нормально, можно вполне встретить Новый Год со своими близкими, родными. Ничего тут преступного нет. Тем паче, что во многих храмах у нас и служат и благодарственные молебны, новогодние молебны, в том числе и 1 января. Знаменательно, что как раз в этот день попадает память святого великомученика Ванифати, которому молимся об избавлении от недокопианства. А 2 января день памяти святого Иоанна Кронштадтского, тоже святой, которому молятся об избавлении от алкогольной зависимости. То есть очень наглядный момент. Не случайно так это получилось. Все промыслительно. Ну и для нас, дорогие братья и сестры, знаменательно начало гражданского Нового Года тем, что как раз таки мы этот Новый Год встречаем подготовкой к Рождеству Христову. Потому что в Рождественском посту самое важное, мы знаем, это последние дни, накануне Рождества Христова. Поэтому позаботимся последние дни, накануне Рождества Христова, и первые дни по Государственному календарю 2015 года провести благополучно, сходить в Храм Божий, поосповедоваться, прочаститься и встретить светлый праздник Рождества Христова. Помогаем вам всем Господь! Рождества Христова